Когда вы рисуете на стене белой краской, важно понимать, что при дневном и вечернем освещении картинка будет восприниматься по-разному. В светлое время, когда снаружи светлее, чем внутри помещения, стекло выглядит светлым, а краска, даже самая белая краска, выглядит темнее, чем стекло. Здесь есть еще один момент. Чем больше слоев белой краски вы положите, тем темнее будет казаться рисунок в светлое время суток. В этот момент не надо паниковать, все именно так, как и должно быть. Если хотите комфортных условий при рисовании на окне, просто дождитесь вечера. Зимой у нас темнеет рано, поэтому если вы расписываете окна изнутри белой гуашью или белым акрилом, то дождитесь темного времени суток, и тогда изображение будет правдоподобно. Светлые оттенки будут светлыми, темные оттенки будут темными. Если же профессионально заниматься белой росписью окон, то со временем понимаешь, что обращать внимание на дневной свет не стоит точно так же, как не надо судить о работе по промежуточному результату. Есть такая хорошая поговорка, дураку половину работы не показывают. Это значит, что если человек не понимает, как это работает, то обязательно подойдет к вам и скажет, а что же вы темные картинки такие рисуете? Ну тут я могу только посоветовать набраться терпения и отшучиваться на такие вопросы. Хуже, конечно, если этот человек окажется вашим заказчиком и будет на серьезных щах требовать объяснений, почему картинка серая, когда нужна картинка белая. Да, в первой половине дня картинка белой росписью не очень правдоподобная. Зато во второй половине дня с наступлением сумерек все оттенки займут свое место и все будет в порядке. И еще один совет. С какой стороны смотрим, с той стороны и рисуем. Особенно, если рисуете цветом. Если картинка должна правильно выглядеть и изнутри и снаружи, значит и рисовать ее надо и изнутри и снаружи. Да, для цветных картинок это означает в два раза больше работы, зато смотреться все будет здорово со всех сторон. Удачи вам! Буду рад ответить на ваши вопросы в комментариях.